The original link to the video will be in the description down below. Мы очень много говорим про игровой навык. И это хороший аргумент. Большинство из ваших любимых игр дают игрокам множество возможностей, чтобы показать свое превосходство. Но игры также имеют некий фактор непредсказуемости, неконтролируемая, под названием GSC. GSC означает «генератор случайных чисел». Понятие стало означать «любой случайный сход в играх». И когда кто-то жалуется на GSC, они по факту жалуются на везение. У людей есть множество причин, чтобы генерировать случайные числа. Конечно, вы можете считать, что кто-то сам якобы генерирует случайные числа. Но люди могут быть предвзяты, осознанно или нет, к некоторым числам. Во времена становления цивилизации яркой демонстрацией данного явления были кости. Но даже не числа, определяемые кубиками, являются случайными. Кости физически несовершенны. Даже если это не так, то это не самый дельный путь для набора случайных чисел. Если не уклубляться в математику, даже те числа, которые генерирует компьютер, не до конца являются случайными. Если случайность приходит из определенного алгоритма, то последовательность может повторяться. Поиск неустойчивого феномена, который может быть базой для случайных чисел, привело в 60-х годах к созданию Эрни. Не этого Эрни. Мы говорим об электронно-случайном числовом индикаторе. Будь то частицы неонового газа или атмосферный шум, настоящий генератор случайно очистил и использует непредсказуемый феномен для набора цифр. Может, хватит говорить про математику? Я пошел в журналистику, чтобы не заниматься этой хренью. Стоп. Ты спишь, что ли? Итак, как это связано с играми и киберспортом? Влияние ГСЧ чувствуется различной степенью. Есть игры, где это вообще не используется. Есть те, кто внедряет это частично. И те, кто полностью полагается на этот механизм, что является частью их идентичности. Эти различные варианты умудрить создать и сохранить киберспортивную сцену. Но сначала мы поговорим о крайних вариантах этого диапазона. В Рокет Лиге ГСЧ за пределами начальной точки не играет роль вообще, потому что полностью полагается на законы физики. И да, везение может частично присутствовать в игре, но оно не выходит за пределы процесса контроля самим игроком. Также Overwatch пока решил не прибегать к ГСЧ системе из-за их персонажей и дизайна карт. Пока гиберспортивные ценители предпочитают, чтобы навыки и командная работа определяла победу, отсутствие ГСЧ в этих играх может создавать более предсказуемый результат. С другой стороны, у нас есть Hearthstone, который исторически больше всех поддерживал данный механизм. Самый яркий пример это к появлению Йог Сарон. Карта, которая разыгрывает случайные заклинания в прибавку к тем, которые были у вас в игре. Так, кто сходится на здесь? ГорAR Сог на элли! Ну, не у нас Based on. Как можноระфить? Да, и... Что еще мы получили? Нет, какие-то инициативы! СТАНИ amb睛 дартнессов, это не будет себе! Супер, ОТ! Уэрла Форист! Блудлуст! Там, всех штучья! Мастер Портал! О мой! О мой! О мой! Это было огромное! Это было абсолютно огромное! Теперь Монсанто имеет гигантский борт, который очистил всех героев больших опасностей. Героев... Героев говорит все. Пока не все случайные эффекты безумные, как Йог, такие карты, как Балтливая книга, могут генерировать в нужный момент мощную комбинацию. Это может быть огромное для Мамбл! Оооо, это Пуллимол! Это perfect answer to the Malygos! Это будет бросать Павел Амнезиаку, извините, из-за воды! Оооо, посмотрите! Оооо, боже мой! Оооо, сердце на лице от Амнезиака, я думаю, что он взял на свои волосы немного, он был так фрустерен. И несмотря на то, что случайность Хардстоун, несомненно, является важной частью игры, это может быть плохим фактором по сравнению с играми, построенными на чистом навыке. Также это вызов для разработчиков. Как сохранить баланс между киберспортивной составляющей, а также зрелищностью для зрителей, и при этом оставить битву различных игровых навыков. На протяжении многих лет Riot Games пытается ходить по этой тонкой грани при помощи League of Legends, где внедрили критический удар. И это даже есть в дизайне чемпионов, например, Twisted Fate. Но в 2016 году они внедрили еще больше ГСЧ в лигу, с включением драконов, которые в то время разделили людей на два лагеря. Я думаю, что случайный дракон ужасен для соревновательного режима. Я не думаю, что они настолько ужасны, потому что каждый дракон предлагает разное усиление. Вам просто нужно играть по-другому. Если вам выпадет три огненных дракона, вы можете сгруппироваться и уничтожить другую команду. Но если у вас три облачных дракона, вам нужно быть гибкими, возможно сплит пуш или продвигаться между линиями. Мы реально можем не идти вниз карты и проиграть максимум 10 CS и одного облачного дракона. Это ужасно. Riot объяснили, что с добавлением случайных драконов это попытка обеспечить вариативность игры и повышение ценности драконов как стратегического объекта. И будут они успешными или нет, остается вопросом. Даже Valve вдвойне усилил ГСЧ в Dota 2 и CS GO. В Dota, особенно в механике, например, Огр Маг и его ульта Мультикаст, которая дает двуглавому возможность для сумасшедшего урона. CS GO это случайная погрешность первой пули в спрее. Сегодня ГСЧ остается актуальным. И это возможно благодаря играм в жанре Королевская битва. Целый жанр игр, который создан на факторе шанса. От нахождения оружия и предметов до случайного места на карте для финальной битвы. И мы не можем забыть про механику прицела Bloom в Fortnite. Даже без игр ГСЧ остается неотъемлемой частью киберспорта. И с ростом ставок не всегда все вещи являются случайными, как бы не хотели бы их позиционировать. Итак, для тех кто не знает, это Dazed, бывший профессиональный игрок в CS GO. Многие фанаты Counter-Strike его знают по скандалу с командой iBuyPower в 2014 году, когда они сдали матч против команды NetCodeGuides. Но этот фактор не помешал ему в дальнейшем рекламировать рулетки. Здесь дальнейший отрывок стёп на эту тему. Очень легко обвинять в везении, и поэтому многие считают, что в киберспорте вообще не должно быть ГСЧ. Но если результат будет очень предсказуемый, как зрителю, тебе не будет интересно на это смотреть. Как обычному игроку, может быть вообще не весело играть. Без прикосновения к ГСЧ некоторые любимые моменты в киберспорте вообще бы никогда не произошли. Итак, что же такого в ГСЧ, из-за чего люди дико бесятся? Один ответ может быть, что люди обычно плохо разбираются в вероятностях. И да, по идее, каждый должен зависеть от ГСЧ в равной степени. Через некоторое время у вас складывается ощущение, что имеют вас слишком часто. Это не секрет, что геймеры часто благодарят бога ГСЧ, когда везение на их стороне. Даже самый титулованный игрок в миле, Адам Армада Лингрен, периодически чувствовал присутствие ГСЧ бога. Пример этому количеству бомб и овощей, которые могла достать его персонаж Пич. Примерно, когда он был виноват, он был виноват. Но это не означает, что где высок критерий GSC, игровые навыки отходят на второй план. Они бросают вызов игрокам, чтобы они быстро датили сценарию, выходящему за пределы контроля. Стоит ли убийство этот дракон? Стоит ли драться из-за этого карателя, если у него есть подпольный надзиратель? Что если Йогс Сарон уничтожит тебя и отправит в каменный век? И что будет, если ваш продюсер это хак с отсутствием человеческих навыков? Просто смирись с этим. И именно. Всем спасибо за просмотр, надеюсь вам понравилось данное видео о случайностях в компьютерных играх. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, писать комментарии, любой комментарий для нас важен. Если вы хотите поддержать канал рублем, ссылка на Donation Alerts есть внизу в описании. Всем доброй ночи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok